Всем привет, приветствую вас на моем канале, за микрофоном как всегда плагиат, и в этом ролике у меня для вас просто невероятный инфоповод, который в принципе ожидался, некоторые его ожидали, некоторые нет, но да. Те самые манипуляции, которые нам обещали после того, как анонсировали нерв Ван Клиффа, то есть те самые манипуляции с залом славы, они наконец-то были опубликованы. Близзы на сайте Харсона опубликовали невероятную новость с новой ротацией, которая произойдет скорее всего в конце февраля-начале марта, ну максимум в середине марта. Близзы собираются вывести классический базовый сет в вольный формат и добавить в игру новый сет под названием Core. Наконец-то мета хоть как-то поменяется. Core-set будет состоять из 235 карт, и нет, они не будут печатать совершенно новые карты, ну в принципе это наверное хорошо, потому что они бы там уже напечатали бы имп каких-то. И они уже дали список того, из чего будет состоять вот этот вот Core-set, я вам сейчас его зачитаю. 88 карт из классического формата, 54 классических карты и 34 нейтралки. 54 карты будут использованы из базового сета, 41 классическая и 13 нейтральных. 55 карт будут возвращены из вольного формата, 36 классических и 19 нейтральных. 4 карты Димон Хантера они возьмут из Руин Запредели и запихнут в Core-set. 4 карты они возьмут из сета Димон Хантера и сделают их, скажем так, коровыми. Также они возьмут одну карту из Зала Славы, и нет, это не Рагнарос, нет, это не Сильвана, это тройка на приста. Та самая тройка, которая составляет, скажем так, основу агрессивного приста, теневого приста, скажем так. Так, вот она высвечена у меня на экране, вы наверняка уже поняли, что это за карта. И также они добавят 29 новых карт, 20 классических и 9 нейтральных. Весь точный список карт, то есть какие там классовые карты из старых сетов и какие новые карты они будут добавлять, весь этот список станет доступен через несколько дней после невероятного анонса нового дополнения наверняка и более четкого разбора вообще всей новой движухи, которая будет появляться в Хардстоуне на Близконе. То есть Близкон проходит 19-го, 20-го февраля, а через пару дней после этого мы с вами сможем узнать, что же это за карты. И самое главное, а также важная новость, связанная с этим корсетом, он будет абсолютно бесплатным. Он, все вот эти 235 карт достанутся всем игрокам абсолютно бесплатно. Это крайне важно обозначить, потому что если вы Близзы за это попросили денег, я думаю, что там бы произошли минус стонксичи еще сильнее, чем с Уолл Стрит Бетс. Карты корсета вы также сможете золотить и золотить абсолютно на халяву, то есть вам не нужно будет крафтить золотые версии. Для того, чтобы позолотить классовые карты, вам нужно будет поднимать левелы на классах. Для того, чтобы позолотить карты кор-формата, вам нужно будет выполнять достижения, которые будут связаны с победами на каждом из классов. Также Близзы обозначили то, что в отличие от классического и базового сета, которые существовали до этого, кор-сет также будет тратироваться каждый новый год Хардстоуна. То есть каждые три новых дополнения, по прошествии чего, они будут тратировать карты, которые будут содержаться в этом кор-сете, Что тоже очень хорошо, потому что я надеюсь, что сейчас игра станет куда более разнообразнее и появятся новые архетипы, наконец-то После всего вышесказанного у вас, наверное, возник вопрос Извините, а куда тогда денутся карты из базового и классического сета, которые, собственно, выйдут в вольный формат? Близзы назвали этот сет карт Legacy В этот Legacy сет войдут карты из классического сета, из базового сета и из зала славы Однако будут и исключения Пример карты, которые относятся к Весьминому лесу, да, вот эти вот Гиан, Баку, те самые, которых вывели раньше времени Они вернутся в свои родные паки Весьминого леса А Shadow Forma на преста вернется в стандарт, как часть корсета Также те самые карты, которые раньше нельзя было скрафтить и распылить, да, из базового сета Они попадут в вот этот Legacy сет и их уже можно будет распылить и скрафтить Поэтому изи пыль, если вдруг кто сейчас находится на пыльном дне И еще одна просто невероятная новость, о которой Близзы заикнулись Я не знаю, почему они это сделали сейчас, я бы сделал на их месте это чуть попозже, да, потому что это достаточно интересный анонс Это Hearthstone Classic Близзы вводят режим Hearthstone Classic, как было из World of Warcraft И теперь мы сможем поиграться с оригинальными картонками, 240 штук их всего лишь, как это было в 2014 году Со всеми изменениями, которые тогда существовали То есть, чтобы вы понимали, да, все нерфы, которые происходили с этими картами на протяжении вообще всего существования Хардстоуна Вот эти все 6 лет Их откатят И теперь, как вы уже поняли, Жонглер 2 маны 3-2 Липрогном 1 мана 2-1 Варсон Командер дает рывок Холли Смайт может идти в лицо Там Лерой Дженкин стоит 4 маны То есть, все вот это, вот этот классический Хардстоун, он будет существовать как отдельный формат И самое главное, Димон Хандера там не будет, потому что тогда Димон Хандера не существовало Классический сет из 240 карт содержит в себе только базовые классические карты И особой интересной фичей является то, что теперь, если вам выпадает Жонглер Кинжалов, да То для классического формата у вас Жонглер Кинжала 2 маны 3-2 А уже если вы пойдете играть им в стандарт, то он уже будет понерфленным 2 маны 2-2 То есть, теперь карты, которые каким-то образом были понерфлены на протяжении всего существования Хардстоуна Будут по-разному выглядеть у вас Пойди вы поиграете в стандартный формат, да, в стандартный ладр Либо в классический, что тоже очень круто Также Близзы дали понятие, что классический ладр будет абсолютно таким же, как и вольный и стандартный В каком плане? Там вы можете тоже апаться, там есть свой ладр Там вы сможете выполнять те же самые достижения, которые вы можете выполнять в стандартном и вольном То есть, там все абсолютно так же Вы также сможете апать ранги, апать там легенду За это вы получите награды в конце сезона Скажем так, третий ладр для тех, кому очень сильно надоел Димон Хантер Однако на вопрос, будут ли в дальнейшем добавляться новые дополнения Для того, чтобы расширять этот самый Хардстоун Классик Близзы ответили, что они еще не готовы ничего отвечать Я подозреваю, что да, потому что все-таки играть именно с классическим базовым сетом может очень быстро надоесть А вот, когда добавят какую-нибудь Черную Гору и Некс Рамос Там уже можно будет разогнаться не на шутку Как я уже и сказал, в классическом формате будут использоваться только карты классического сета и базового Однако те самые карты, которые были добавлены в классический сет на протяжении всего существования Хардстоуна Если что, такое случалось не раз Добавили Натали Селин вместо Велина, когда они его убрали Добавили, например, того же Светика Да, куча там рандомных карт, после обновы они не будут выпадать из классических паков И они не смогут быть использованы в классическом формате, потому что в 2014 году их, собственно, и не существовало Но вы все еще сможете их скрафтить как часть Легаси сета в вольном формате Еще небольшое мини-изменение, да, которое они сделают Это они расширят количество слотов под колодой, которые есть в игре с 18 до 27 Почему именно так? Потому что, типа, они думают, что будет очень красиво смотреться на их интерфейсе, да Типа, еще 9, еще 9 Мне чтобы сделать 54, ммм? И последнее, для фри-то-плей игроков Если ты вдруг думаешь, блин, раньше за потасовку добавили классические паки Раньше за достижения добавили классические паки Что буду давать сейчас, если классические паки выходят в вольный формат? В своем посте близне обозначили, что они заменят эти самые паки, которые были классическими На более новые Я надеюсь, что теперь будут выпадать только паки самого нового дополнения Потому что это будет довольно справедливо К сожалению, дату выхода, то самое заветное число, да Которое, наверное, ты сейчас уже ожидаешь, просто изнемогаешь Хочешь очень сильно узнать, как и я, собственно, да Близзы не обозначили, что, в принципе, и логично Потому что они наверняка это сделают на Близконе Близкон онлайн проходит 19-20 февраля А, к сожалению, контент-мейкеры не смогут рестримить Потому что, типа, отбираешь там, отбираешь онлайн у официального канала Харстоуна Поэтому буду следить и выпускать видосики как можно более оперативно Так что да, нам остается следить за Близконом для более четкой инфы Тош, ну на этом невероятный инфоповод Куда более активно, чем, например, на прошлый топ-колод, который я рекомендую вам посмотреть Подходит к концу, невероятно круто Я очень давно думал насчет классического сета Очень круто, я надеюсь, что он будет обновляться Потому что эта идея очень классная Хочется поиграть не по нерфлями картами Просто, ну, я не знаю, мне, например, как чуваку, который не успел застать самое-самое начало Харстоуна Очень интересно поиграть теми колодами Например, на ханте на профессиональных рипах до нерфа, да, наверное, они только и будут И очень классно то, что они позволят этому формату существовать как и вольному и стандартному То есть абсолютно такой же ладер Также, если вы вдруг мое мнение хотите услышать, да, которое я уже не раз говорил по поводу ротации корового и базового сета Это невероятно круто, потому что теперь, когда на стрим кто-то зайдет и спросит Чел, скрафте свою колоду Возможно, в первые пару месяцев можно будет это действительно сделать и открыть какие-то новые архетипы Надеюсь то, что Близзы не обосрутся Надеюсь то, что новые карты, которые они будут добавлять в этот корсет Будут действительно интересными и не такими невероятно сильными И пауэркеп у них будет, пауэркрип у них будет не такой мощный, как вот последние сеты они делали Так что, да, надеюсь только на лучшее, потому что, ну как бы, иначе никак Что ж, ну а на этом все, огромное спасибо за просмотр Если этот супер-быстрый кавер инфоповода вам понравился То ставьте лайк за оперативность, потому что я очень старался Но за микрофоном был Кайстопльят Огромное спасибо за просмотр И увидимся на следующем стриме Который уже будет подольше, чем полтора часа Который я провел перед тем, как записать этот ролик Потому что инфопаут реально стоит того Огромное спасибо за просмотром за микрофон Блокистый Брегат Увидимся на следующем стриме, который будет в 5 часов по МСК Уже завтра и в следующем ролике Пау!